Добрый день, друзья! Не добрый день вам, не а другим. С Сергеем Пускепальцем я первый раз беседовал в 2015 году, вскоре после Крымской инициативы, поэтому, естественно, не обошлось без вопроса, чей Крым. Но! Песня совсем не о том, вернее, не только об этом. Там был очень любопытный момент в этом разговоре про интернационализм в Советском Союзе, скажем так, если в двух словах. И вот что удивительно, 8 лет назад легко можно было в прямом эфире Государственного канала употребить термин, которым люди моего поколения называли украинцы. Без какой-либо негативной коннотации, как мне кажется. Здесь больше от интонации зависело, а не от самого буквосочетания. А сейчас за это слово на букву Х, да, в соцсетях банят жестко. Считается, что это язык ненависти. Вот до чего мы дошли. Вот до чего мы дошли. А Сергея жалко. Он был не только замечательный актер, но и прекрасный, и удивительный человек. Ну, я уже не говорю о том, каким он был. замечательным собеседником. У вас, кстати, ведь такая достаточно уникальная ситуация, то, что называется, словом, замес. У вас папа из Литвы, а мама болгарка из Приднестровья, по-моему. А вот с такой редкой фамилией в школе, на флоте не было никогда никаких вот разборок? Знаете, вот, Жень, я совершенно недавно был по линии там одной программы в Литве, и меня там спрашивали, вот, у них же тоже сейчас какая-то там паранойя какая-то возникает по поводу нашего прошлого совместного. Вот, и я как бы, меня спрашивали, я говорю, вы знаете, антипроект, а как вас там, я говорю, вот, насколько я помню, людей в России с литовской фамилией ожидали только преференции. Потому что, если назначали куда-то, с литовской фамилией, значит, литовь, значит, порядочный, работящий, приличный человек и так далее. Ну, насколько я помню. Вот, я пришел служить, я был сначала машинистом трюмным, ну, водолазом, машинистом трюмным. И я, когда пришел на корабль, сразу с моей фамилией, мне сразу секретчики определили. Ну, это совсем другая служба и более такая уже, ну, элита, скажем, флотская, да. Вот, вот, даже меня не видел командир. Просто списки пришли, моя фамилия. Сразу, потому что секретчик сходил уже на берег, демобилизовался. Вот, я говорю, и всем объясняю, что я не помню ни одного момента, чтобы кто-то там, ну, доброжелательно, как иногда называют, там, Мар-2, там, называли Лабосы, да? Лабосы там, Лабосы. Ну, это, как сказать, это, ну, татары, татары там. Ну, это, мне кажется, в этом есть какое-то, ну, доброжелательство, наоборот, как бы, да, когда ты вот нормальный... Ну, собственно, вот слово «хохлы», оно тоже никогда не имел коннотации. И раньше мы воспринимали москали, но мы все с юмором, ну да. И это все, как бы, доброжелательно, мне кажется. И наоборот, ну, не будешь, если ты с человеком знаком, его зовут Владимир, все время, ну, если он твой друг, не будешь его зовут Владимир, ты, ну, Володька, да, Вовка, там, Вовчик, да, ну, какое-то все равно ты это имя адаптируешь под ваши отношения. Мне кажется, это, наоборот, было свидетельством каких-то очень добрососедских отношений, каких-то, ну, ласкательно-уменьшительных, что ли. А они на, а там, знаете, я украинец, а, знаете, я литовец. Ну, литовец молодец, и хорошо, кто против, да. А по-литовски что-нибудь знаете? Ну, Трупути, Бишки Трупути, аж в Супратауполе и Литовишкой. Ну, немножко понимаю по-литовски. А по-болгарски, наверное, нет, да? По-болгарски вообще, хотя мама говорила, что начала говорить вообще как человек на болгарском языке. Да? Да, и потом как-то ушло все. А мама чем по профессии? Мама была, у меня родители уже, да, я знаю, да. Папа-то геолог, я знаю. Нет, папа не геолог, папа был экономистом, но все время работал в геопартии сначала, когда уже, так сказать, в моей сознательной жизни. Мама была штукатурмаляр. Понятно. А вот вы ведь на самом деле, я так понимаю, провели на Чкотке такой значительный кусок детства, да? И снимали там ведь фильм, да, как я провел этим летом. Не приезжали в тот городок, в котором... Была попытка, не получилось, потому что... Далеко? Наоборот, там не очень далеко. Но обстоятельства вот этой дорожной ситуации, лучше через Москву туда прилететь, из Пивека, чем из Пивека в Билибино, потому что... А, Билибино, да. Да, в Билибино, потому что, ну, так устроено у нас, что туда, если только есть какая-то Аказия там или еще, то там 300 километров. От Пивека до Билибина порядка 300 километров. Но добраться, я уехал, у меня была такая, ну, надежда, Алексей Попогребский меня отпустил, режиссер этого фильма, как я провел этим летом. Я приехал в Пивек раньше всей группы, они еще там доснимали что-то, в надежде на то, что кто-то там из метеорологов, будет какая-то Аказия, вертолет, борт какой-то туда или еще что-то. Ну, так не оказалось, в общем, я пять дней там просто прошатался по Пивеку, поджидая всех остальных, и мы улетели уже на большую зиму.